Начиная от 6-го листа и до 9-го листа, у кукурузы идет закладка количества рядов зерен в початке. И если сработать от 6-го до 9-го листа, то, возможно, будет фитотоксичность. Это может повлиять на закладку рядов зерен и приведет к снижению урожая. Здесь мы сработали по третьему листу кукурузы, лаудис плюс меро. Вы видите, фитотоксичности нет, посев стоит абсолютно чистый. А вот эти анонимные пасынки. Пасынкование, ну, было много осадков до этой жары. Благо есть, удобрение есть, оно просто развивается интенсивно. Здесь тоже по третьему листу применена распространенная схема, которую используют в хозяйствах. Препарат на основе 2.4-д плюс никосульфурон. По третьему листу тоже можем видеть, кукуруза стоит чистая. Кукуруза нет, фитотоксичности нет. А смотрите, то есть, если вовремя. По второму листу, третьему практически нет. Ну, сроки и температуры. Да. Почему позже применяем. Проходим дальше. Здесь внесение по седьмому листу. Лаудис плюс меро. По седьмому листу. Посмотрите. Посев чистый, фитотоксичности нет. То есть, кукуруза развивается нормально. Лаудис очень мягкий продукт. Само по себе ДВ мягкое. Для кукурузы плюс еще есть антидот в составе грибицида. Вот. И нормально развивается. Сорняков, ну, они не по 10. Потому что в два листа сорняки же уже были. А вы до седьмого их... До седьмого здесь. Здесь мы, смотрите, здесь мы фоново внесли аденго, чтобы исключить влияние сорняков. Нас интересует фитотокс грибицидов. Все, я понял. Да, есть опыт по фитотоксичности. Не почвенный, а в ранний всходовый период. Здесь... А так до всходовых периодов. Здесь именно вопрос фитотоксичности. Вот Лаудис по седьмому видим, фитотокса нет. Теперь переходим сюда. Здесь по седьмому листу 2,4-Д плюс некосульфурон. Обратите внимание на состояние кукурузы. Четкие симптомы фитотоксичности. То есть угнетение точки роста посветления. Это действие сульфанилмочевин, действие некосульфурона. И гофрированный лист. Вот мы можем видеть. Гофрированный лист. И эректоидное расположение листа, то есть саблевидный лист, это фитотокс 2,4-Д. То есть если у вас возникает необходимость работать по шестому, по седьмому листу, то не используйте препараты на основе 2,4-Д и сульфанилмочевины. Используйте Лаудис. Вы гарантированно не получите фитотоксичности. И не получите снижение урожая. Проходим дальше.